Девчонки, всем привет! Это видео будет посвящено уходу вокруг глаз, покажу вам те продукты, которые мне очень понравились и впечатлили. Будут средства, которые меня не просто разочаровали, а я категорически не рекомендую их покупать, потому что это выброшенные деньги. Также в этом видео вы увидите не только кремы вокруг глаз, но также будут и сыворотки. Так что средств достаточно много, и если честно, я когда выставляла все эти продукты, я даже не поверила, что я действительно пользовалась ими в течение этого года. Кстати говоря, здесь будут абсолютно пустые тюбики, и я их потом выброшу. Некоторые продукты я еще не закончила, и я буду их заканчивать. И я условно их поделила на три группы. Первая группа – это те средства, которые я не рекомендую к покупке, потому что они не просто не имеют эффекта, они имеют даже антиэффект для области вокруг глаз. Дальше будет такая садничковая группа, то есть это те средства, которым в принципе можно присмотреться, если у вас нет каких-то глобальных проблем зоны вокруг глаз. И будут те продукты, которые мне просто очень и очень понравились, которые меня порадовали и которые я точно рекомендую к использованию. И давайте начнем с аутсайдеров. Это бюджетные кремы, девочки. Первый крем – это такая сыворотка «Моментальный лифтинг» от Эвелайна. Это идет в фейс-терапе профессиональной серии. Это ерунда гелевого консистенции. То есть это просто гель, который ты наносишь на кожу, и он берется пленкой, которая больше ничего не делает. Она не увлажняет кожу вокруг глаз, она ее не подпитывает. И вообще, знаете, когда я несколько раз наносила на лицо, я думала, господи, точнее на зону вокруг глаз, я думала, господи, что не так? Что происходит не так с этой сывороткой? Потому что Эвелайне, в принципе, нравится. Но потом я поняла, что это просто не мой продукт. Вот если, может быть, у вас нет проблем с зоной вокруг глаз, у вас нет каких-то мелких морщинок, если у вас нет темных кругов, если у вас зону вокруг глаз достаточно увлажненная и сама по себе кожа плотная, может быть, вам эта сыворотка и понравится. Но мне нет, категорически нет, и я абсолютно ее не рекомендую. Это полный фу. И еще один аутсайдер – это торговая марка Биелинда. Биелинду я очень люблю и уважаю. У меня достаточно много их средств, которые реально очень крутые и очень рабочие. Но вот это реальная ерунда. Эта сыворотка, девочки, с муцином улитки, и она идет с 24-каратным золотом. И когда я ее покупала, ставила на нее большая надежда, потому что всем известно, что муцин улитки обладает хорошим антиоксидантным эффектом и также омолаживающим эффектом, потому что он стимулирует выработку коллагена. И, в принципе, что еще только не делает муцин улитки, поэтому я надеялась, что эта сыворотка поможет мне как-то, я не знаю, сподрить кожу вокруг глаз, сделать ее более увлажненной. Но, девочки, эта штука, она не просто не увлажняет зону вокруг глаз, она ее сушит. Ты наносишь такую, вроде бы, как приятную крем-гелевую консистенцию белого цвета. Кожа, в принципе, ее неплохо впитывает, но потом кожа покрывается какой-то странной пленкой, которая в итоге сушит кожу. Кожа стягивается, и никакого результата по факту я не увидела. Поэтому эту сыворотку я не то что не рекомендую, я категорически ее не советую даже пробовать, потому что эта штука сушит кожу вокруг глаз. Может быть, кому-то она что-то и увлажняет, но это абсолютно не тот продукт, который реально работает и который реально увлажняет кожу вокруг глаз. Нет, нет, еще раз нет, девочки, вот эту штуку не покупайте, не тратьте сколько там, пару долларов, которые она стоит. Дальше, девочки, поговорим о следующей группе кремов, которые в целом неплохие, но у меня к некоторым из них есть вопросы, и это, так сказать, не best of the best. И начнем с Andalou Naturals, я очень люблю эту торговую марку, у меня достаточно много ходовых средств, и они реально классные и работающие, но вот эти кремы вокруг глаз у меня абсолютно не впечатлили. Это две разные серии, один из серии 1000 роз, а другой с кокосовой водой. Я их показываю вам одновременно, потому что, в принципе, они очень похожи и внешне, так сказать, как они выглядят, и также по своему действию. Это такие крем-гели, которые, в принципе, достаточно быстро впитываются в кожу, но увлажнение они дают, мягко говоря, на троечку. Эти кремы могут подойти только для девочек, у которых плотная кожа вокруг глаз, и вообще кожа жирная, возможно, тогда эти кремы действительно вам подойдут. Но если у вас зона вокруг глаз сухая, кожа нежная, даже, я бы сказала, просвечивающая, эти кремы вам не подойдут, девочки, это не то. Так что эти кремы от Андалу начался, к сожалению, рекомендовать не могу. Действие мне не понравилось, но, в принципе, консистенция тоже могла быть более плотной. Дальше поговорим, девочки, о том креме, который, в принципе, неплохой. Это крем от Эвелайна Гиалурон Эксперт. Он достаточно неплохо увлажняет зону вокруг глаз, он имеет такую приятную консистенцию, и вы видите, что он у меня не закончился, потому что я не могу сказать, что к этому крему у меня постоянно тянулась рука. Но, в целом, увлажнение, которое дает этот крем, неплохое, если у вас темные круги вокруг глаз, то этот крем вам эти темные круги не уберет. Если у вас, в принципе, никаких проблем с зоной вокруг глаз нет, то есть у вас нет никаких морщинок, вам просто нужно достаточно неплохое увлажнение, к этому крему вы можете присмотреться, но если у вас есть морщинки, темные круги вокруг глаз, будьте готовы, что этот крем, к сожалению, вам с этими проблемами не поможет. Это такой кремчик для девочек, у которых, в принципе, хорошая зона вокруг глаз, для молоденьких девочек, вот так вот я бы сказала. Ну и сейчас еще поговорим немножечко с вами об Andalou Naturals, я вам покажу тот серум, который, в принципе, мне понравился, но это, знаете, не тот эффект вау, который вот ты сразу замечаешь, и вот прям хочется сказать, что девочке это то средство, которое вам нужно купить. Нет, это такой, в принципе, неплохой серум, который быстро впитывается, у него приятная такая душка, и если на него дальше наносить кремы, которые я очень-очень люблю, в целом эффект хороший, но если на этот серум нанести какой-то крем из Andalou, то эффект будет тот же самый, то есть какое-то недовлажнение, поэтому это вот сыворотка, которую я могу рекомендовать для девочек, у которых дальше идет хороший увлажняющий крем вокруг глаз. Прям такой увлажняющий, что, в принципе, можно было бы без этого серума обойтись, потому что в целом сказать, что этот серум мне как-то подсвечивает зону вокруг глаз, или она становится более какой-то сияющей, увлажненной, я бы не сказала. Это такой промежуточный этап, от которого можно было бы, в принципе, отказаться, потому что это серум не топ of the top и не best of the best. Дальше, девочки, Kiehl's. Говорим с вами сейчас о вот этом вот креме, который называется как Доза молодости, это новинка от Kiehl's, этот крем вышел весной. Я его купила с тем, чтобы как-то справиться со своими темными кругами, потому что этот крем имеет такой немножечко шиммерный оттенок, и, в принципе, когда его выдавливаешь, ты видишь, такой как будто бы по консистенции тональный крем, который, впрочем, хорошо впитывается в кожу и по факту никакого тона кожи не дает. То есть, если вы надеетесь, что этот крем каким-то образом перекроет даже темные круги вокруг глаз, этого, девочки, не будет, и, более того, он не работает с темными кругами, он их не убирает. Увлажнение на четверку с плюсом или на пять с минусом. Тут уже, как говорится, кому как нравится, но могу сказать, что этот крем подойдет только для девочек, у которых особых проблем зоны вокруг глаз нет, если вы молоденькая, если вам просто нужен хороший увлажняющий крем, или, допустим, если вы являетесь поклонницей Kiehl's, тогда welcome, можете попробовать. Если у вас есть морщинки, темные круги под глазами, девочки, это не то, есть кремы, которые работают круче, лучше, и это, скажем так, очень переоцененное средство, я бы его, наверное, даже больше и не повторяла. Девочки, из второй группы средств у нас осталась вот такая вот корейская сыворотка у торговой марки Эйбэйбун, в принципе, она мне, когда я ее купила, очень понравилась, она прекрасно увлажняла зону вокруг глаз, но эта сыворотка маслянистая, поэтому ее нужно использовать только на ночь, потому что если вы ее нанесете утром, и потом будете наносить тональный крем или, возможно, консилер, макияж потечет, это будет очень нестойкий макияж, поэтому эту сыворотку я могу рекомендовать использовать только вечером, только на ночь. В целом, увлажнение, которое дает эта сыворотка, мне нравится, после нее можно даже не наносить крем под глаза, потому что того увлажнения, которое дает эта сыворотка, более чем достаточно, и особенно на осень-зиму, если у вас сухая кожа, можете присмотреться к этой сыворотке, она достаточно неплохая, девочки. А теперь, девчонки, перейдем к последней группе средств, которые мне очень и очень понравились, которые я действительно могу рекомендовать от чистого сердца, и начнем, наверное, с их бюджетных средств, покажу вам самое бюджетное средство, это торговая марка Zaja, этот крем идет с оливковым маслом, что вам сказать? Это просто мега-крутое увлажнение за копейки. Этот крем прекрасно впитывается в кожу, он прекрасно увлажняет зону вокруг глаз, он ее не утяжеляет, здесь такая приятная консистенция белого крема, который просто невесомой текстуры. Еще раз повторюсь, очень хорошо увлажняет зону вокруг глаз, темные округи, правда, он не убирает, но за ту стоимость, которую стоит этот крем, девочки, это очень достойный продукт, обязательно присмотритесь к нему, если у вас нет темных кругов вокруг глаз, и вам просто нужно классное увлажнение, присмотритесь к Zaja, у них очень действительно хороший крем. Дальше, девочки, покажу вам еще один бюджетный крем, это торговая марка Bielita, это их Royal Kea Королевский уход, в принципе, могу сказать, что этот крем мне понравился, он действительно неплохо увлажняет зону вокруг глаз, Единственное, я как-то про него забыла, потому что потом купила другие кремы, и у меня фактически полный тюбик, но этот крем великолепно тоже увлажняет кожу вокруг глаз, после него кожа такая мягенькая, темные округи, правда, он не убирает, если вы думаете, что этот крем поможет вам справиться с темными округами, то, к сожалению, нет, но если вам нужно просто хорошее увлажнение, можете присмотреться, потому что очень достойный кремчик. Дальше, девочки, покажу вам своего любимца, это Bioderma Sensibio, это крем, который настолько классно увлажняет зону вокруг глаз, после него кожа мягенькая, увлажненная, она немножечко приподнимается, становится более отдохнувшей, и если говорить о каком-то аптечном сегменте, вот какой крем купить из аптечного сегмента, они бюджетные, недорогие, а вот просто аптечный сегмент, присмотритесь к этому крему, он настолько классно увлажняет зону вокруг глаз, он делает ее просто бархатной, волшебной, мне этот крем очень нравился, он абсолютно пустой, поэтому, к сожалению, я не смогу вам показать Соч, это мой второй тюбик, потому что первый тюбик я выбросила еще, когда мы переезжали на другую квартиру, у меня вот этот остался еще с весны, как-то завалялся, скажем так, вот этот крем мне очень нравился, присмотритесь, если вы любите аптечный сегмент, и тем более, если вы любите биодерму, этот крем очень крутой, достойный, однозначно лучше, чем Ля Рош Пассе, у них есть крем, я вам обязательно покажу, вот этот крем никогда не покупайте, а вот этот биодермовский, крутой, очень классное увлажнение. Дальше, девочки, осталось 5 средств, которые я считаю лучшими из лучших, и, честно говоря, выделить какой-то один Best of the Best мне очень сложно, потому что эти все средства очень крутые и реально работающие. Начнем, наверное, с самого дорогого, это Estee Lauder Advanced Nighter Air Eye, это сыворотка, которую мы наносим вечером, перед сном, на зону вокруг глаз, и это, девочки, волшебное средство, потому что оно прекрасно увлажняет зону вокруг глаз, у нас кожа становится такая мягенькая, увлажненная, утром зона вокруг глаз чувствует себя просто волшебно, темные круги, правда, это средство мне не убирает, но кожа становится более отдохнувшей, сияющей, это правда, и вообще я Estee Lauder Advanced Nighter Air очень люблю, что сыворотку для лица, что вот этот серум под глаза, это мои любимчики, и это реально работающие продукты. Если вам 30 лет и ваш бюджет позволяет купить Estee Lauder, не раздумывайте, покупайте, потому что это реально очень крутые продукты. Дальше, девочки, покажу вам тот крем, который стал для меня приятным открытием, это торговая марка Senseless, это испанская торговая марка, фактически это идет косметсептика, то есть это фактически профессиональная косметика, это серия Suprime Detox, мне этот крем очень понравился, он прекрасно увлажняет зону вокруг глаз, он немножечко даже убирает темные круги вокруг глаз, поэтому если у вас есть такая проблема, как темные круги, присмотритесь к Senseless, очень хороший крем, и он у меня, к сожалению, полностью пустой, поэтому я не смогу вам показать свочи, но поверьте мне, консистенция этого крема была волшебной, хорошо увлажняла зону вокруг глаз, подсвечивала ее, так что этот крем очень и очень достойный, я однозначно рекомендую его к использованию, и если у вас, опять-таки, бюджет позволяет, попробуйте. У них из этой серии также есть кремы для лица, вот они тоже очень классные, я как-нибудь потом, позже сниму видео, но вот этот крем вокруг глаз мне очень-очень понравился, девочки, присмотритесь. Дальше, SoSkin, по SoSkin есть мало вообще отдельное видео на канале, будет интересно, девочки, посмотрите, потому что эта фирма меня заинтриговала и заинтересовала, у них реально очень классные средства, поговорим сейчас об этом креме под глаза, он идет как филер, это не просто крем, который вам будет увлажнять зону вокруг глаз, а реально он приподнимает зону вокруг глаз, темные круги он убирает процентов на 50-70, так что, если вам нужен очень крутой крем, который вам будет также убирать круги темные вокруг глаз, присмотритесь к SoSkin, это реально очень крутой крем, который реально работает, но абсолютно не бюджетный, потому что в Дубае ценник SoSkin равен ценнику Estee Lauder, так что это достаточно дорогое удовольствие, но оно того стоит, девочки, очень крутой крем, у меня сейчас есть другие кремы, которые мне тоже нравятся, поэтому я этот пока не повторяю, потому что достаточно дорогое удовольствие, но оно того стоит, присмотритесь. Дальше, девчонки, покажу вам очередной пустой тюбик, это торговая марка Antelon Etials из серии Edge Defining, к сожалению, не смогу вам показать соч, потому что тюбик абсолютно пустой, невозможно уже ничего отсюда выдавить, мне безумно нравился, как работал этот крем, он прекрасно увлажнял зону вокруг глаз, он делал кожу более плотной, и он реально работал как филер, потому что это идет дермофилер, этот крем можно наносить не только в зону вокруг глаз, но также в зону вокруг губ, и если, допустим, у вас где-то формируется морщинка, можете наносить его туда тоже, потому что крем действительно работает как немножечко филер, кожа более становится плотной, приподнимается, конечно, результат, не могу сказать, что долгоиграющий, то есть его не хватает там прям на месяц или два, то есть этот крем работает, пока вы им пользуетесь, но то увлажнение, которое давал этот крем, мне реально очень нравилось, эффект мне тоже очень нравился, поэтому, девочки, если вам нравится Andalou Naturals, и вы не знаете, какой выбрать крем, присмотритесь именно к Edge Defining, потому что этот крем реально достойный вашего внимания. И напоследок покажу вам последний пустой тюбик на сегодня, это торговая марка BB, это профессиональная торговая марка, и у меня крем идет с анти-эдж эффектом, но что вам сказать, этот крем реально убирает темные круги вокруг глаз, он делает кожу вокруг глаз более плотной, более сияющей, подтянутой, чего еще желать, конечно, не бюджетный крем, но он реально работает, девочки, я знаю, что в Украине эта торговая марка продается железобетонная, я покупала этот крем на мейкапе, и безумно довольна, рекомендую к использованию, этот просто бомбезный крем, и последний крем на сегодня, ура, я справилась с удачей, это крем от NUX, из серии NUX ELEANS ULTRA, этот крем волшебно увлажняет кожу вокруг глаз, я его купила почти месяц назад в Германии, мне безумно нравится то, как работает этот продукт, он прекрасно увлажняет зону вокруг глаз, кожа становится более сияющей, плотненькой, темные круги он, правда, не убирает, на это рассчитывать не стоит, но все равно то увлажнение, которое дает этот крем, мне просто безумно нравится, и крем тоже очень нравится, и что могу вам сказать, какой-то лучший из последних, которые я вам рассказывала, я не могу выбрать, потому что все кремы, скажем так, очень достойны вашего внимания, и если посмотреть на то количество кремов, которые я попробовала в этом году, это просто большое количество, и, честно говоря, я немного была в шоке, когда все это выставила, но, правда, я пользовалась этими кремами, некоторые мне не понравились, и я рассказала вам почему, некоторые мне настолько впечатлили, что тюбики абсолютно пустые, и я реально их сохранила для того, чтобы показать вам, чтобы вы попробовали их тоже, и, возможно, вам тоже понравится, если вы пользовались какими-то из этих кремов, и вам реально нравится, пожалуйста, напишите, мне будет интересно об этом знать, ну, а на этом все, девочки, я надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным, всем красоты, и пока-пока!